Музыка и только музыка. В Чебоксарах стартовал республиканский фестиваль «Молодые таланты». На одной сцене с оркестром Чувашской государственной академической симфонической капеллы выступили совсем юные звездочки. Кстати, фестиваль в столице республики проводится уже в седьмой раз. Чем одаренные подростки удивляли зрителей в этом году, расскажет Екатерина Данилова. Ольга Федорова – ученица первой столичной музыкальной школы под номером один. Ей доверили открыть фестиваль. Композиция непростая. Концерт для фортепиано с оркестром номер 23 «Ля мажор» первая часть композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Ольга говорит, выходить на сцену первой и солировать было волнительно, несмотря на то, что она уже трижды участвует в этом фестивале. Чтобы побороть страх, музыку нужно чувствовать душой. И тогда все получится, советует Ольга Федорова. К тому же Моцарт – ее любимый композитор. Только пальцы коснулись черно-белых клавиш, мандраж как рукой сняла. Если честно, я родилась с ним в один день, в одно и то же время. Вот. Такой факт интересный. Вот. И именно он. Только он. На втором месте Рахманинов. Илья Дмитриев в шести лет играет на балалайке. Освоить русский народный инструмент его вдохновил прадедушка. Вот уже и четыре года мальчик оттачивает свое мастерство. На фестивале он впервые. Волнение, несомненно, было, говорит Илья, но исчезло, как заиграл с оркестром. Илья Дмитриев в шести лет играет на балалайке. Ученица первой столичной музыкальной школы Хайен Гуен признается, с фортепьяно подружилась не сразу. Ходила на занятия, чтобы не расстраивать родителей. Сейчас же все по-другому. Не представляет своей жизни без инструмента. На фестивале уже в третий раз. Хотя она еще совсем юная, за плечами маленького профессионала уже два выступления на большой сцене с оркестром и одно соло. Кстати, в этом году девочка исполняла концерт для фортепьяно с оркестром номер три. Первая часть композитора Дмитрия Кобалевского. В начале, когда еще не было репетиции, тяжело, конечно, потому что вы все время с оркестром расходитесь. Но потом, когда уже отрепетировано все, ты чувствуешь, что вы с оркестром это единое целое. И вот с оркестром прям хорошо очень. Мне нравится. К слову, в этот вечер оркестром Чувашской государственной академической симфонической капеллы руководила дирижер, заслуженный деятель искусств республики Наталья Еклашкина. Второй день фестиваля пройдет уже завтра. Посетить его может каждый желающий. Кстати, купить билет можно по Пушкинской карте. Екатерина Данилова, Наталья Башкирова, Андрей Шоклев, Дмитрий Макаров, Михаил Солин, Константин Козлов. Вести Чувашия.